Силы обороны Украины подожгли подстанцию Ростовская на 500 киловатт. Жилой дом в Батайске присоединился самовольно к огненной Гойде. Потерь нет, ничего не пострадало, российское ПВО все отразило. Потерь в вооруженных силах России нет. Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Везде, вообще в нашей стране. В министерствах, военкоматах. Надо прекращать врать. Вранье, оно может быть кого-то может отмазать, кому-то продлить срок службы, да, как гаджету какому-нибудь. Но вранье всегда ведет к неправильным решениям. А неправильные решения всегда ведут к потерям. И часто к необратимым потерям. Чтобы потом локти не кусать себе же, нужно прекращать врать. И еще новость из Мурманской области. В городе Кировске загорелся завод Апатит. Площадь пожара составила полторы тысячи квадратных метров. Это много. По данным спасателей, пострадавших нет. Причина, почему загорелась кровля, склада не называется. Многие пишут, что это была божья кара. Тем временем, курортный сезон 2024 выглядит так. На косе Беляус в Крыму табличка «Мины на пляже». Блокпост на въезде и российские военные в отеле. Отель «Викинг», его башня, видна на заднем плане. В этом сезоне не работает. А на его территории расположились российские военные и военная техника. У въезда на косу стоит блокпост и проезд закрыт. Здесь так хорошо, по-домашнему. Вообще не хочу уезжать из Крыма. Как здесь классно. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно, по-домашнему. Окупированный с 2014 года город Лутугина Луганской области. Полузаброшенный и неработающий завод прокатных валков. При Украине предприятие работало. После прихода русского мира фактически уничтожено. За 10 лет производство так и не запустили. Хотя никаких прилетов с 2014 года не было. И никто не мешал все восстановить. Сейчас завод понемногу пилят на металл. Одну трубу гордо выкрасили в цвета российского флага, чтобы переносчики русского мира были довольны. Теперь-то хорошо стало. Не то, что при фашистах. Нам и сейчас завидуют. Иначе бы они лезли к нам. В этом все дело. Но пусть потренируются. А мы будем только укреплять себя изнутри и вовне. ЕС приостановил процесс вступления Грузии в блок. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что в настоящее время вступление Грузии в Европейский Союз приостановлено. Об этом очень четко заявили лидеры Евросоюза после саммита Европейского Совета. «Я не могу себе представить, что в этом году Грузия будет двигаться вперед, сделает шаги, потому что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления. Теперь они терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии», – заявил он. Но этим не закончилось. Кроме этого, заморожена военная помощь в 30 миллионов евро на поддержку обороны Грузии. Это только первые шаги. Другая прямая помощь также будет сокращена. Деньги отправят на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Причинами таких решений стало принятие закона об иностранных агентах и последовавшие протесты. «При чем здесь Россия-то?» Белгородская область регулярно подвергается ответным обстрелам со стороны Украины, и местные власти пытаются придумывать новые меры безопасности, особенно в отношении детей. Поэтому Гладков предложил отправлять детей в лагеря на лето. Ведь лучше в регионе не становится, и что будет завтра, никто не понимает. Так и хочется спросить, а что случилось? Но, с одной стороны, инициатива вроде неплохая, а с другой стороны, детские лагеря в России оставляют желать лучшего. Вот в Туве, например, в лагере Чигытай. Десятки госпитализированы с кишечной инфекцией. Чем отравились дети, пока непонятно. Но прокуратура уже начала проверку. К слову, Чигытай очень военно-патриотический лагерь. Там год назад в рамках акции «Своих не бросаем» детей выстраивали в зетке с портретами военных и черными лентами. Еще одна новость про детей и патриотизм. Минобороны в своем телеграм-канале отчиталось, что в этом году в их военно-спортивной игре «Победа» приняли участие более 140 тысяч подростков. Если не знаете, то это такие соревнования, где дети демонстрируют подготовку в медпомощи, разминировании, стрельбе и прочим необходимым на войне навыкам. В общем, с молоду готовят к тому, что за Родину нужно умереть. Именно так. Именно так. А про тех, кто свой долг перед Родиной выполнил, но чудом остался жив, государство привыкло не вспоминать. После войны это уже не их дело. Вот безногий вагнеровец в Чите уже несколько дней живет на берегу реки и питается армейским сухпайком. Из дома его выгнал брат после ссоры, а в городе у героя больше никого нет. Мужчина ждет от государства протеза, чтобы съездить к матери и после снова вернуться на фронт. Аплодируют стоя. Это пригород Белгорода, почти стертый с лица земли. Местный житель показывает брошенные дома, уничтоженные школы, больницы. Из соседних областей белгородцам вообще никто ничего не привез. Всем пофиг. Моя хата с краю. Главное, чтобы ко мне в дом ничего не прилетело. Украина после такого подписала соглашение с Польшей на 10 лет, по которому польские истребители и ПВО будут сбивать летащие в направлении Украины ракеты. С кем из стран подписала договор Россия, чтобы Курскую и Белгородскую область защитить от обстрела? Ни с кем. Всем пофиг. Окружающие Россию страны, весь цивилизованный мир только вздохнет с облегчением, когда Россия проиграет развалиться. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова